Меня зовут Чина Райдбаева, я представляю общественную организацию «Наш ВЕК». Мы работаем с 2001 года, в настоящее время, и с 2005 года мы мониторим внешние займы, специализируемся на мониторинге внешних займов. А сегодня моя тема – опыт общественного мониторинга донорской помощи в секторе образования. И вначале я вам расскажу вообще про всю инвестицию, которую направлены в сектор образования. Думаю, это для вас будет очень интересно. Так, внешние займы на образование. Мы в 1998 году начали получать инвестиции в сектор образования, но этот слайд показывает на кредиты. 5 миллионов долларов США на развитие сектора образования мы получили от фонда «Международное развитие стран экспортеров нефти» и дата разрешения прошла. Также в этом же году от Азиатского банка развития мы получили около 14 миллионов специальных правозаимствований. Вы знаете, да, что такое специальное правозаимствование? Специальные правозаимствования – это, ну, скажем так, аккумулированные деньги нужно умножить на полтора, чтобы на курс доллара перенести. Например, если 14 миллионов, умножаете на полтора и получаете, сколько это долларов. Обратите внимание, это не доля, это СВЗ. То есть, чтобы узнать, сколько это долларов, надо умножить на полтора. Обратите внимание, данное завершение – это 2037 год. То есть до этого периода мы будем выплачивать эти деньги. Также в этом году, в 98-м году, от Азиатского банка развития на развитие сектора образования мы получали тоже около 10 миллионов долларов специальных правозаимствований. Тоже конец завершения – 2037 год. На образование было привлечено кредитов, не считая граждан, около 41 миллиона долларов. А в этом году? Нет, это в 98-м году. Который мы будем выплачивать до 37-го года. С 98-го года. С 98-го года. С 98-го года. С 98-го года. Он летит 47-го года. Да. Так, а также внешние займы на профессиональное образование. И развитие на руках 2. Мы брали от Азиатского банка развития. Около 6,6 миллиона специальных правозаимствований. Дата завершения – 2044 год. На профтехобразований было привлечено кредитов, не считая граждан, около 10 миллионов долларов США. А позже этот кредит преобразовали в грант. Была договорена с Азиатского банка развития. Обратите внимание на этот грант. Да, был кредит, потом преобразовали в грант. На ПТО. Позже я расскажу мониторинг этого гранта, этого проекта от Азиатского банка развития более детально. Очень интересно. Вопросы, да, Харька? Я не смогу сказать, что это будет 37 миллионов долларов. А, 48 миллион долларов. Это только в 1998 году мы взяли какие-то, на Истус Думы, а будем выплачивать до 1937 года. Понятно, да? После 1998 года они брали? Я дальше рассказываю. Так, грант на образование за период с 2006 года, с 2013 годы. Обратите внимание, мы взяли от Азиатского банка развития на второй проект образования на 5 лет 15,5 млн долларов США. Также от Азиатского банка развития уже в 2007 году брали 1 млн долларов США. И в общем гранты от Азиатского банка развития составляют 16,5 млн долларов США. Это включается в 10 тысяч долларов. Да. Грант на образование за период с 2006 по 2013 был от Всемирного банка. Обратите внимание, в 2005 году на проект сельское образование мы взяли 15 млн долларов. А также каталитический трастовый фонд через Всемирный банк дал нам на проект по ускоренной реализации программы 9 млн долларов США. А позже они дали второй грант на инициативу по ускоренной реализации программы образования для всех дополнительно еще 6 млн. То есть грант от Всемирного банка составляет 15 млн долларов США. И грант от каталитического трастового фонда через Всемирный банк тоже 15 млн. В сумме это будет 30 млн долларов США. Трастовый фонд я более подробно, наверное, попозже вам объясню, чтобы не отнимать время. Так, от комиссии Европейских сообществ мы взяли в 2010 году 2 млн на 2 млн евро на проект поддержки сектора образования в Казахстане. И обратите внимание, общие гранты на образование за период только с 2006 по 2013 годы составляют около 48,5 млн долларов США. Также есть у нас проекты, которые на образование идет, например, 33,51%. Сектор сфотко-эдикэшный реформ, это от Всемирного банка, в 2013 году мы брали 16,5 млн долларов США. И в программном соотношении вы видите, да, на начальное образование 51% предусмотрено, на среднее образование 38% и в госуправлении на 20%. Также крыбинско-российская поддержка была на образование, на образование 80% выделялось и на дошкольное образование 20%. Это от 1,65 млн долларов США поддержка на такой сфотко. Дополнительное финансирование было. На 10 млн долларов США, обратите внимание, на сектор общего образования было направлено только 33%, на противостоциальные услуги, на субнациональные органы власти 18%, социальные услуги 33%, на водоснабжение, на энергетический сектор по 8%. Это, как я говорила, на проекты, в которых есть сектор образования. И это еще один проект по сельскому инвестициям. Там тоже есть блок на сектор общего образования 33%, а стоимость общего проекта была 35,5 млн долларов США. И здесь тоже можете видеть 4 проекта гранта, первые гранты кредит, на которые были выделены деньги на образование. То есть мы говорим, что это деньги, а на самом деле на сектор образования очень много денег выдают. Рассказать небольшой опыт на примере промежуточных результатов мониторинга проекта Азиатского бакоразвития, «Профессиональное образование и развитие навыков» называется этот проект. Мониторинг проводится нашими членами рабочей группы, это Молдуева и Шаяхмекова. Вообще задачами мониторинга были определены ознакомиться с соглашениями Азиатского бакоразвития Кыргызстана, документы, предоставленными отделами реализации проекта, получить консультацию от специалистов, ознакомиться с деятельностью ПТУ, вовлеченных в этот проект, ознакомиться с результатами реализации проекта Азиатского бакоразвития, то есть в частности этого гранта, встретиться с администрацией и со студентами ПТУ, и рекомендацией личной имени. Вообще, по данным надставкомитета за 2012 год, уровень медности в Кыргызстане составлял более 36%, а в сельской местности около 40%, и ПТУ, 64% ПТУ находились в сельской местности. Текущие проблемы против образования по Кыргызстанской республики. Это несоответствие спроса рыб от удовольствия, при помощи рабочей силы, слабое техническое оснащение, недостаток квалифицированных кадров и материалов, отсутствие связи с работодателями, ухудшение репутации против образования, недостаточно гибкости и нерациональное использование выделяемых средств ПТУ. Обратите внимание на выпуск учащихся образовательных организаций, непрофессиональных образовательных организаций по территории. Вы видите, да, в разрезе 2011-2012 года в Бишкеке было больше всего образований выпуска и в Джалабадской области. А здесь количество образовательных организаций на 2013 год. И как вы видите, я уже говорила больше всего по Бишкеке-учуской области, Джалабадской области, дальше идет Ваткенская область и Ужская область. Что касается о проекте, да, целью проекта является профессиональное образование и развитие навыков, то есть продвигать предпринимательский подход в управлении учебными заведениями начального профессионального образования, реформировать систему начального профессионального образования в соответствии с рыночными потребностями. И вот сумма гранта, как я уже говорила, была 10 миллионов США. Дата вступления в силу гранта 8 февраля 2008 года была, обратите внимание, на 5 лет была, и измененная дата закрытия была в 2013 году. Эффект проекта – консольдация и модернизация системы инфрационального образования, улучшение условий обучения и преподавания, модернизация учебных программ и развитие человеческих ресурсов. Винили цары. Вообще в Кыргызстане 110 ПТО, вы все в курсе, наверное, да, наши граждане. А именно в этом проекте были задействованы 34 ПТО, и 9 ПТО были из Бишкека. А наши мониторщики мониторили именно ПТО, которые находятся в Бишкеке, потому что у нас мониторщики мониторят на общественном участке. А вот можете посмотреть распределение инвестиций по областям, да, в рамках этого проекта. По городу Бишкеке 20%, по Чуйской области 13%, по Таласской области 9%, по Нарынской 6%, по Иссыкутской 12%, по Урсской 13%, по Чалаватской 18% и по Бакенской 9%. А здесь вы видите суммы инвестиций. Бенефицары. Список ПТО задействован в проекте в городе Бишкеке. Наши мониторщики мониторили профессиональный лицей номер 20. Инвестиции были в сумме именно на ПТО номер 20 около 262 тысяч долларов США. На ПТО номер 94 инвестиций было около 239 с половиной тысяч долларов. На ПТО номер 91 было около 174 тысяч долларов. А на ПТО номер 5 около 293 тысяч долларов. Также на номер 100 более 339 тысяч долларов. А на номер 3 около 226 тысяч долларов. А вообще процесс вот таким образом идет. То есть АБР выделяет средства, эти деньги идут на отдел реализации проектов, потом идут на конкретно на ПТО. А контролируется этот пират через Министерство обеспечена миграции молодежи. Обратите внимание на инвестиции в ПТО номер 91. Больше всего денег, то есть это на сумму более 88 тысяч долларов пошли на ремонтные работы. Дальше они пошли на мебель в общежитии более 32 тысяч. Потом на учебное оборудование и так далее. И вы можете здесь посмотреть фотографии, какое же оборудование завезли на это училище. Ну, международной статистикой. А вот мастерская, они оборудовали общежития на библии. Инвестиции, обратите внимание, инвестиции в ПТО номер 20. Более 106 тысяч долларов были направлены на ремонтные работы. На учебное оборудование было направлено более 100 тысяч долларов. На мебель в общежитии более 28 тысяч. На инструменты и средства безопасности более 17 тысяч и так далее. Вот можете посмотреть фотографии технического оснащения, какое было. А это оснащение общежития. Да, можете посмотреть сам узел. Все, оборудование садово. Да. И квестиции в ПТО. Так вот, что они стоят там? Да. Вот так, а как на фотографиях наш монетовщик не смотрит. Остановлено монетази, да, на ремонстра. Ну, они как были в советское время, так и стоят. Так и стоят. Чего-то новыми покрасились. Вы, когда оборудование не показали там на такую огромную сумму, что за оборудование. А люстры видели какие-то, 5 копейек стоят. Вот тут написано оборудование на 100 тысяч. Учебное оборудование вот. Вот это оборудование на 100 тысяч. Просто, когда наши монетовщики ходили, они не все показывали, они прям боялись. Я не знаю. Ничего больше показывали. как будто это... Как будто это... 100 тысяч каски, пожарили. Так, инвестиции в ПТУ номер 100 на учебное оборудование более 156 тысяч долларов, на ремонтные работы около 112 тысяч долларов, на инструменты и средства более 44 тысяч долларов и так далее. И вот можете посмотреть оснащение мастерских ПТУ номер 100. И вы знаете, по секрету нашим монетовщикам сказали, что они очень благодарны этим инвестициям, но качество завезенного оборудования оставляют желать лучшего. То есть вот эти элементарные вот эти железки, арматура, они очень тонкие, говорят, а мы говорят, очень много будем работать и скорее всего они недолговечные. Можно тогда уточнить, что оборудования перечислялись не деньги с этой оборудования, а им привозилось подводок в петербург. Да, и не не кто вообще? ОБР сам закупает оборудование. Нет, отдел реализации проекта объявляет тендер. Тендер мы знаем как это проводится и тот кто выбирает тендер они поставляют оборудование. И вы знаете год назад мы проводили круглый стол, куда приглашали руководителей ПТУ, куда приглашали отдел реализации проекта, да, и вы знаете один из руководителей ПТУ нам признался, что вот нам год назад привезли оборудование, но наши не умеют пользоваться этим оборудованием. Что делать? Мы задали этот вопрос отделу реализации проекта. Они сказали, что в рамках тендера они должны были обучить ПТУ, как пользоваться этим оборудованием. Но руководитель этого предприятия внезапно скончался, оказывается. и вот они целый год не могут заменить или эта работа как-то не урегулировать была. Вот можете посмотреть оборудование. Кстати, вот оснащение компьютерного зала, да, а по поводу вот этого копировального аппарата вообще была такая история нашим мониторчикам сотрудники этого училища оказывается так сказали. Вот мы один раз попользовались, а теперь не знаем как им пользоваться. Картридж закончился, наши даже не могут заменить картридж, потому что он какой-то другой. Нет комплекта. Да, нет комплекта, чтобы заменить и он будет стоять теперь как на витрине. Нам так сказали. а вот общежитие. А в куту номер три и номер пять вообще отказались давать какую-либо информацию власти или конфиденциальность, хотя в законе прописано, что любая информация должна быть власти. Результаты в рамках этого проекта должны были быть созданы благоприятные условия для получения практических знаний по различным специализациям. Сделан ремонт мастерских, аудитории, общежитий. Поставлены должны были быть современные оборудования согласно бизнес-плану, более гибкая система образования модульная, внедрён электронный документ оборудов электронной программы демиду в руках учёта. А вот в ПТУ номер 100 говорили, что 4 учащихся поступили в Казанскую государственную хозяйственную академию в 2012 году, а 2 человека прошли в КГСА в 2013 году. А предыдущие поступали? Поступали, но это мы смотрели в рамках после гранта. результаты они не поступали в результате повышения модуля технических возбуждений. Да. Но я так поняла, что в предыдущие годы они даже не поступали под высшую чеку за это. А вот промежуточные результаты наших мониторщиков. Вот я говорила, да, качество оборудования оставляет желать лучшего. То есть тонкий металлорезки, сложная система замены тонера, ксерокса, мультипанша, джиппинтер 32.9 ксерокс, да, как я говорила. Вознащенной мастерской занимаются только учащиеся краткосрочных курсов. Обратите внимание, то есть самих участников, учащихся ПТО не пользовались этим оборудованием, учащихся краткосрочных курсов. Да. В основном оборудование было завезено только в 2012 году, обратите внимание, хотя проект этот начался в 2008 году, а должен был завершиться в 2012 году. Неполное оснащение мастерских интелляционными трубами. Модульная система сложна в применении для обучения электриков, телектоосмарщиков и так далее. Отложили пилотную программу консолидации в ПТО ввиду недоработок и система оценок неизменена. Вот такие были результаты промежуточного мониторинга. И вот второй проект мы предыдущим вопросом. Да. Предыдущим шпендокончиком. Что потом произошло с вашими выводами и рекомендациями? Кому были адресованы, как они были использованы, какие решения у нас были даны? А вот когда мы промежуточный результат проводили, вот отдел реализации проекта приглашали, все ПТУ приглашали, мы вот эти наши все обращения, промежуточные результаты давали непосредственно и АБРу, и САВЭРа были люди, и Министерство труда эмиграции, то есть они сейчас уже я надеюсь вот сейчас скоро будем тоже промежуточные результаты делать, уже по итогам. А вот в 2000 да. А вы сказали, что там проект должен начаться в 2008 году, а реально отранку когда поступил на счету? В 2008 году поступил, но завезли оборудование только в 2012 я просто хочу понять что происходило со средствами в 2015 году это покрытый амбра это большой вопрос нет скорее всего там были процедуры по тендеру конкурс объявляли эти организации закупали из различных источников оборудования вот так вот также второй проект это кредит тоже преобразовали в грант дата утверждения уже 2012 год тоже 10 миллионов срок реализации 30 лет реализация началась восьмь 2012 года соглашение в то время было не ратифицировано сейчас уже ратифицировано а задачами проекта подушев является подушевое финансирование оптимизация системы и доработать модульные учебные программы в этих годах рекомендации доступность информации для общественной прозрачность проделать глубокий анализ модульной системы консультации подушевого финансирования и акцентировать на тесном сотрудничестве с работодателями к сожалению вы то сами признавали сотрудники что у них с работодателями к сожалению не налажены связи а вот это биография а это источники информации с кем наши мониторщики встречались и получали информацию а сейчас я хочу вам немножко рассказать про проект реализуемый в секторе образования в настоящее время и ожидаемый в 2015 году вопрос да? да да окей мы начали реализовываться три проекта в 2014 году в секторе образования первый проект это поддержка сектора образования в Кыргызстане донорская поддержка европейского союза в сумме 17 миллионов евро главная цель проекта это установить стабильную прозрачную и продуктивную платформу для управления и мониторной программы бюджетной поддержки то есть СВАП я хочу обратиться вот членам общественного совета именобразования чтобы мы уже с самого начала начали мониторить именно вот эту реформу СВАП потому что с самого начала вот мы когда мониторили ОПР общественных овсяных помочь развития Министерства Здравоохранения то там уже с самого начала были проблемы монитором монитори монитори именобразования